Максим Валентинович, здравствуйте. Добрый день, здрасте. Да, добрый день. Уважаемые слушатели, также здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. И будет, безусловно, запись. Нас нужно будет послушать в записи. Мы сегодня говорим о BIM в металлургии. И с нами сегодня генеральный директор компании НЛМК Инжиниринг, ТЭПС Максим Валентинович. Максим Валентинович, мы вас благодарим, что вы уделили нам время для этого интервью, для этого стрима. И мы сегодня 30 минут примерно будем разговаривать о BIM в металлургии. Разобьем наше интервью на две части. Сначала поговорим немножко о вас, о профессиональном пути. И потом коснемся уже деятельности в НЛМК Инжиниринг. Ну, ладно, давайте. Договорились, хорошо. Мне очень хочется начать с такого необычного факта вашей биографии, который, я хочу сказать, что присутствует не в каждой биографической справке, которую мы можем найти в интернете, Максим Валентинович. И пункт такой. Переводчик с китайского языка. Вот так вот. Это правда, верно? Да, сам это правда. Я по второму образованию. У меня первое образование технок инстаментального производства. Второе образование – это я переводчик китайского языка с диплом с отличием. Военное училище. Я кадровый офицер. Просто жизнь. А вообще китайский язык для меня – это уже такой пятый язык, который я своим изучал, либо использовал. Пятый, вы говорите образно или действительно у вас есть пять языков? Абсолютно. Какие образы? На самом деле, Максим Валентинович, это очень необычно. По крайней мере, для российского человека. Я вам скажу так, что вообще концентрация людей, которые говорят хотя бы еще на одном языке, на самом деле очень мало. И поэтому для меня сейчас, я думаю, да, китайским и английским. А какие еще языки? Ну, у меня получилось так, что татарский, башкирский, я просто родился в Башкирии, поэтому в этом окружении нужно говорить. Затем, я немец, поэтому китайский язык у меня с детства. Китайский язык из военного училища, английский язык. Супер. В английский я начал учить достаточно поздно, уже совсем-совсем после военного училища. Но у меня был такой очень интересный эпизод на Северстале, когда меня за полгода пришлось его выручить, причем в достаточно хорошем, высоком уровне. За полгода? Да. Интересно. Вот этот случай, это отдельный кейс, когда... Ну, там долго рассказывают, просто на сфере сокращено, но мне собственник Северстале поставил задачу за 6 месяцев получить английский язык. Причем с таким вопросом, ты хочешь двигаться в Северстале? Дальше развиваться хочешь? Я говорю, да, хочу. Ну, давай, в декабре готовься. Это было дело в июне. Это супер. Я, уважаемые слушатели, сейчас к вам, скажем так, обращаюсь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что языки, это действительно очень важно. И вот посмотрите, какие требования, да, в том числе в нашей российской, в общем-то, компании по языкам. Очень интересно. Тогда смотрите, Максим Валентинович, в 97-м году, вы как раз это упомянули уже, вы заканчиваете высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники. Ну, я так понимаю, что как следствие, раз это Череповец, было, наверное, очевидно, что это будет Северсталь, такой первой серьезной ступень. Нет? Это было совсем не очевидно, правда. Училища из Северсталь, это вообще пара разные. Я прислужил не в то время в вооруженных силах Российской Федерации, но так получилось, что мне пришлось уйти из вооруженных сил, и я пришел на Северсталь. Ага, понятно. И вот, смотрите, вы в Северстале с 98 по 2011 год, и пока работаете в Северстале, вы получаете еще два образования. В 2002 году это СПБГУ, Государственный университет в Питере. В 2009 году, если по-русски сказать, что это университет, Норт-Умбрийский университет в Нью-Касли, в Англии, вы получаете там MBA, финансы и кредиты. Вот, знаете, мне интересно следующее. Первое, как вы это успели? Потому что, ну, на самом деле, вот образование еще в процессе работы получать достаточно сложно. И второй вопрос, если говорить вот в ретроспективе, посмотреть на то, что сделано было по образованию, это три фактические образования. Как вы считаете, нужно это было делать? Помогло это как-то вам? Или можно было этого не делать? Ну, знаете, я вот могу сказать следующее. Я бы еще добавил парочку. Да? Да. Я себе запишу. У меня был период, когда, ну, знаете, вопрос такой, как вот это все связано между собой. У меня был период с 2004 по 2009 год, когда я активно занимался M&A на Северстале. И, знаете, как Джеймс Бонд, я просыпался в одном аэропорте, в том, что он мог засунуть в другом. И одновременно я еще и учился. Алексей, извините, что перебил. Давайте для слушателей M&A переведем. Это, значит, мё... Слияние-поглощение. И, честно, я очень жалел, что у меня на тот момент не было каких-то, какого-то отдельного образования по корпоративным финансам. Для меня корпоративные финансы – это такая вершина всего бухгалтерии, экономики, финансов, казначейства, кэш-менеджмента. Это, собственно, для чего все это делается. Мне этого, конечно, очень не хватало. И все это приходилось в боевых условиях изучать. Был бы очков. Ну, то есть это помогло? Вы как бы не проверили? Да, это очень важная штука. И вот я знаю, что сейчас много каких-то размышлений на тему того, что M&A – это зло. Но я не знаю, что это очень хорошая штука. Во-первых, она очень структурирует голову и позволяет за очень короткий период времени впитать не какие-то знания, а какие-то готовые ментальные модели, которые впоследствии позволяют вам эти знания, эти, так сказать, отдельные какие-то коробочки заполнять уже конкретными знаниями. Знаете, есть такая хорошая поговорка, то, что знание принципов освобождает знание деталей. Вот все вот эти M&A – это позволяет вам… Они дают вам очень хорошее знание принципов. Это нужно адаптировать уже к любой какой-то практике. Это очень интересно. При этом я правильно понимаю, что лучше на M&A молодому поколению будут служить, безусловно, из студентов, вузов. Лучше все-таки идти после того, как уже навыки есть управленческие, не с самого начала. Да, это так. В идеале, конечно, вот я своим детям сейчас не знаю следующую картину мира. Разумеется, они сами должны быть решением, они уже такие большенькие. Первое – это какое должно быть инженерное образование, вырезать на порядке. Второе – если хотите, то это экономика, что-то управленческое. И уже потом, со временем, когда уже появится какой-то жизненный опыт, как что-то в голове появится, то потом можно говорить про какие-то M&A, DBA и дальнейшее развитие. И я не считаю это зло. Я считаю, что это очень правильно, что там можно получить M&A, либо DBA где-то за рубежом. Да, это дорого. Но есть единственная инвестиция, которая оправдывается всегда и окупается всегда. Это инвестиция в себя и инвестиция в свое здоровье, в свою голову и в свое здоровье. Поэтому это так абсолютно беспрогрешно инвестиция. Спасибо. Спасибо за ответ. Сейчас мы еще немножко коснемся как раз языков. На позиции в Северстале у вас было одно из таких вот, давайте назовем, обязанностей, что ли. Это управление кросс-функциональными мультикультурными командами и вообще представление о Северстале во внешней среде, нахождение вообще потенциальных партнерств в Китае с поставщиками сырья, ферросплавов, огнеупорных материалов. И вот вы можете немножко рассказать про такой опыт именно с Китаем? Потому что именно тот, я так понимаю, тот период, в котором вы выполняли эти функции, это как раз был такой бум развития вообще китайского. Вот как бы это экономическое чудо. Можете сказать пару слов по поводу взаимодействия с Китаем? Прекрасно мне пришлось, пришелся мой какой-то этап жизни, 4-9 год, на просто гигантский, чудовищный, сумасшедший рост Китая. Я не занимался, я правда в меньшей степени занимался поставками, поиском компаний для слияния, для приобретений. Ну и так получилось, что я очень, достаточно неплохо знал металлургию Китая на тот момент. Честно, она поменялась, и сейчас никаких знаний уже, конечно, нет. И, вы знаете, на тот момент, наверное, один из главных таких вот драйверов роста Китая, ну я сейчас не буду говорить про макрохронические, дешевые деньги, там, дешевые рабочие силы, там, еще что-то, это понятно же, куча книг, куча статей, куча аналитиков, это все было многократно анализировано, разложено на запятые. Вот я могу сказать, что, наверное, одним из главных драйверов, на мой взгляд, это было, знаете, какое-то такое стремление Китая, как общность, народную общность, вырваться из-за той нищеты. Потому что я, когда приехал в Китай, это была совершенно, ну, совершенно нищая страна. И, там, вот, понимаете, как говорят, там, запошку риса, да, это было так. Сейчас такого уже нет. И, вот, я, ну, на моей памяти Китай менялся, ну, просто сумасшедшими, там, темпами. Я очень неплохо знал в свое время Пекин, и я очень много ходил, там, бродил, там, еще где-то что-то делал, встречался с кучей народом. И Пекин менялся, он, он прямо на глазах менялся. После этого у меня был опыт, я еще проработал почти, наверное, ну, там, почти год в Индии. И вот в Индии такого нет, ну, я такого не замечал. Вот у китайцев было стремление идти вперед, развиваться, развиваться, становиться, там, более сильными, более жизнеспособными, что ли. В Индии как-то вот, я не заметил вот этой профессиональности. Как бы, там, ну, мне так кажется. Хотя, конечно, без сомнения, очень много достойных людей, и очень много бизнес-разможностей в Индии. Угу, угу. Вот давайте чуть подробнее про Индию. Вы там выполняли, я правильно понимаю, руководителя проекта по строительству металлургического комбината? Да. Можете чуть-чуть, может, это очень большой пласт работы? То есть, это интересный проект, мы, к сожалению, там, ну, к сожалению, к счастью, там много было нюансов, мы не пошли дальше в рефизибируйте стадию, мы на этом остановились, остановились на сложностях общения с индийским правительством, и, в конце концов, это остановилось, ну, вообще прекратили. Хотя мы достаточно далеко продвинулись и по земле, и по воде, и по партнерству с местными договоренностями, по доступу к ресурсу, наверное, в железной руде, по доступу к электричеству, мы даже сделали какие-то там инжиниринг, но нужно какой-то момент поставить. Угу. Максим Алексеевич, по вашему опыту и в Китае, и в Индии, как вы, вот так вот, скажите, чему вы научились, что нового вы для себя приобрели при взаимодействии с Китами и Индией, вот с управленческих, может быть, именно с точки зрения профессиональной, что вас, так сказать, по-хорошему задело, и вы это применяете у себя. Есть что-то? Вы знаете, ну, наверное, наверное, первое, да, все, что может быть сказано, должно быть сказано ясно и отчетливо. Угу. Иначе там все может быть понятным, совсем не так. Второе, нужно всегда понимать, второе, договоренность выполнять с трудом до тех пор, пока это выгодно одной из сторон. Это тоже нужно очень четко понимать. Причем в каждой стране, по-своему, там есть свои нюансы. Ну и третье, надо, знаете, как, работа вот в этих, да вообще, наверное, работа со всеми, наверное, так. Ну, особенность в Китае, в Китае, Индии, хотя много было где и в Узбекистане, и в Казахстане работало. Это как металл плавить. Знаете, пока вы постоянно подогреваете, ваше партнерство, ваше общение, ваше отношение, развитие отношений, оно все развивается, все идет. Как только вы на какой-то момент восстановили, и, знаете, как металло появилось на металле, надо приходить и делать все это само. И это требует еще больше усилий для того, чтобы все опять разогреть. Поэтому вот вопрос общения и развитие этих личностных отношений это очень важно. Там да, где-то приходится сидеть допоздна, с кем-то приходится даже выпивать, закусывать, обсуждать, говорить, делиться. С кем-то приходится ходить по паркам, с кем-то приходится чай пить бесконечно. Есть плов руками. Но это вопрос общения. Хорошо. Спасибо большое. Давайте теперь перейдем к 2012-2016 году. Это локомотивные технологии. Знаете, фактически, вот, скажем так, из доступных интервью, которые есть в интернете, у меня там создается такое именно понимание, что на вас легла фактически такая трансформация компании с точки зрения повышения операционной эффективности, потому что компаний очень много внутри большого-большого хозяйства и нужно сделать таким образом, чтобы они эффективно между собой работали. Но вот я сейчас приведу один вопрос, который был вам задан, и фактически выдержку из этого вопроса, что это касается вообще, в принципе, изменений и трансформации. Вопрос был такой. По вашей оценке, насколько компании, входящие в состав холдинга, вот, Локотех, готовы работать слаженно? И вы примерно так начинаете с того, что вообще инициативы, я хочу сказать, направленные на изменение традиционного уклада, обычно воспринимаются большинством неоднозначно, а зачастую агрессивно. Я понимаю, о чем вы говорите, я уверен, что слушатели тоже понимают. Скажите, пожалуйста, как вот вы этим управляете? Как это сделать так, чтобы трансформация прошла? Ну, смотрите, я тут, не знаю, возможно, в том интервью слишком много на себя взял. На самом деле, там все-таки, там была команда, и один там есть такой, Дартаньян, с такой короной, этим заниматься. Не-не-не-не, ну, не так. Очень хорошая, очень четкая, сильная команда, единомышленников, руководствами генерального директора, которого я бесконечно уважаю. И, на самом деле, основным драйвером изменений был он. Мы, я был финансовым директором, я работал в своей функции, и пытался ее поменять. Вот. И тут я не готов на себя брать вообще все, я вот так. Не-не-не, это никак. Как сказать, вот как поменять отношения? Вы знаете, ну, это все, вот есть два способа, первый способ, когда вы, вот эту, ну, кривую все вспомните, там, сперва там отрицание, потом там, в конце концов, принять, в конце концов, там, выполнение, да. И вот, первый способ, это нам нужно просто дожимать. вот, вот твое усилие, как инициатива изменений, должно быть дольше по времени, чем вот этот, вот этот вот цикл. Главное, что там не сломался, на этапе, когда все уже согласились, это уже надоело. Ну, че, я уже устал, там, всех уговорить. Вот это, вот это самый, ну, это вот первый способ, надо просто дожимать, дожимать, верить в то, что ты делаешь. Верить в то, что ты делаешь. А есть второй способ, когда вы вместе с командой, совместно с командой, вот в условиях такого, какого-то доверия, уважения, обсуждайте то самое целевое состояние, в чему должно прийти. А в чем это целевое состояние, в чем плюс для, там, для этого человека, для этого, для этого, для этого. У них, интересно все это делать, им-то зачем это меняется? Они, вроде, тебя хорошо, там, крыша не капает, все нормально. А как сделать так, чтобы они были заинтересованы, вот лично, деньгами, там, другим постом, там, какой-то, там, не знаю, инициативой. Как сделать так, чтобы они загорелись? Как сделать так, чтобы они в этот цикл пошли? Причем лучше всего дорогое решение. Вот на самом первом, на старт, на теков. А еще лучше даже до теков, чтобы пришли в дискуссию, опа, начальник, что, поехали, давай делай, что говорит, все же ясно. Есть несколько способов, есть несколько моментов, когда можно это все, ну, знаете, как вот, заранее готовить. Не обязательно в лоб, не обязательно там, там, Петя слушает, ты должен вот это сделать, чтобы на завещании там отрапортовал. Нет, это можно заранее проговаривать, встречаться, обсуждать, спрашивать, интересоваться. Ну, он, как бы, знаете, такой софт-пауэль, мягкие силы. И это, ну, на мой взгляд, это более, более правильный, такой, более, более эффективный способ. Да, первый способ, это такой тоталитаризм. Я сказал, пулаком постола, там, будет вот так, но в конечном итоге никто не чувствует сопричастности, вовлеченности к этому результату, к этому движению. А второй способ, дольше. Дольше запускается, но он дольше горит. И он, более грубинный результат. Вот этот вопрос, наоборот, взвешиваем. Вот этот вопрос, давайте поменяем, там, что-нибудь, какую-нибудь доску приколзнуть, да, там, решил все, какие там, что кого уговаривать. А другой закон, давайте мы изменим систему управления, или, там, изменим систему мотивации, давайте изменим наше взаимоотношение с нашим заказчиком, с нашим клиентом, давайте мы перейдем более, что-то в качественные параметры. Давайте мы будем говорить, например, про качество проектирования, не просто сроки, отдай что-нибудь, а потом переделаешь. Давайте мы поговорим про качество проектирования, чтобы выдавать, все, один раз, не переделать. Вот это уже более глубинные изменения, и пока вы, до тех пор, пока вы не найдете все сторонников, на всех уровнях, вы будете получать противников на всех уровнях. Да. Связь ухудшилась. Да, чуть-чуть. Сейчас нормально, слышно? Слышно. Все, отлично. Да. Хорошо, Максим Алексеевич, тогда перейдем непосредственно уже к НЛМК. Давайте. Я сейчас прямо зачитаю, что с сайта НЛМК при назначении о вашем было написано в 2018 году. Основными задачами Максима Валентиновича являются повышение эффективности и качества инженерных работ, расширение использования современных технологий проектирования, включая BIM-технологию, цифровое моделирование объектов и процессов строительства, развитие кадрового потенциала НЛМК-инженерия. Сейчас мы по первому аспекту про эффективность. Смотрите, я смотрел отчеты группы НЛМК, и вообще группа НЛМК славится своим именно вниманием к операционной эффективности. Это видно из медиа, которая создается самим НЛМК, это медиа, которая пишет НЛМК. И вот мне очень было интересно показатель компаний, группы компаний НЛМК и Bidomagin. Коллеги, я вот уверен, что многие здесь и возможно все знают, что это такое, но я, например, именно Bidomagin, это словосочетание, узнал буквально перед интервью. Вот это вот деление чистой прибыли, отношение чистой прибыли к выручке компаний, к обороту, оно в процентах является и Bidomagin. Так вот, я сейчас хочу обратить внимание всех слушателей, что с 2014 года вот это отношение не опускалось ниже 23%, а в 2018 было 30%, в 2020 29%. я, если честно, был очень удивлен вот именно такой эффективности, потому что, вы понимали, в нашей отрасли, если говорить, например, о наших компаниях, таких как наша, и это причем практика не российская, а вот международная практика, если операционная вот эта EBITomagin является 15%, ты считаешься топ. здесь в металлургии на ЛМК показывает фактически 30% EBITomagin. Вы можете как-то объяснить, это просто такой показатель по всей отрасли, или это все-таки на ЛМК в этом смысле отличается от всех остальных игроков, и такой показатель только у группы компаний на ЛМК. Можете чуть-чуть про это сказать, если есть возможность. Понятно, смотрите, мне вот очень, ну, смотрите, я по достаточно металлургию уже с 98-го года. так ли, надо. И мне очень нравится, нравилось и нравится, вот, я называю это корпоративное паранойя на две темы. Это корпоративное паранойя на тему операционной эффективности, и она, наверное, сейчас у всех металлургов. Да, сейчас у многих компаний она вот прям в роли паранойи возгодена, и там все ищут эту эффективность, которая, в конечном итоге, отражается в этом EBITomagin. Это не совсем чистая прибыль, это операционная прибыль, ну, там целая формула, там можно сверху посчитать, снизу посчитать, ну, бог с тобой, несут. Вот, сверху, снизу, я имею в пионере, в отчете о прибылях можно пойти от выручки, можно чистой прибыли пойти к EBIT, но факт, что это корпоративная паранойя на две темы, первая тема это операционная эффективность, вторая тема, что мне очень нравится, очень импонирует, одна тема охрана труда и помощи безопасности. Ну, ты сейчас задали вопрос про операционную эффективность, вот, вы знаете, ну, первое, сейчас, вот если мы уберем этот вот ценовой фактор из нашей дискуссии, да, то, что сейчас раз цен на Минкл, раз цен на СИО, да, будем рассматривать как такой стендалон, да, бизнес Молонгкл, то я могу сказать, что стратегия группы Молонгкл предлагает рост беды, и значительная часть рост этой беды предполагается за счет мероприятий повышения операционной эффективности, причем это вполне все сопоставимо с возвратом на инвестиции. Ну, что такое операционная эффективность? Это, первое, что проект на своем месте, причем порядок не в плане того, что он бумажки раздражал, а в плане того, что у тебя должно быть очень четкое опозраченное понимание всех твоих расходов на твое место. Должно быть понимание твоих операционных возможностей, как фактора предложения. Вопрос, четкое понимание фактора спроса на твою услугу, на твою работу, на твою мощность. Понимание этой гребенки мощности, понимание, в каком месте у тебя может быть какими-то минимальными, даже не инвестиционными, а какими-то организационными, может быть, административными усилиями, ты можешь повысить свою в этой гребенке мощностей, повысить свою пропускную способность и расширить какое-то узкое место. Я вас уверяю, в каждом бизнесе, я вас уверяю, абсолютно уверяю, что в каждом бизнесе, даже как у нас сейчас на простом и понятном, как продажа мороженого, вернее, как продажа мороженого там тоже есть, что улучшить, потому что тем более такой огромный комплекс, как НЛМХ. Поэтому, да, это, наверное, одна из отличительных особенностей группы НЛМХ, это понимание к деталям, которые влияют на операционную эффективность. И это в каждой компании возведена в роль просто паранойи. Хорошо. Вот. Сейчас пожалуйста, мы прокидаем где мы там, где мы, где основной бизнес, а мы же стали-то не плавим. Но тем не менее, у нас мы прошли одну волну операционной эффективности и у нас мы для себя в свое время разделили наш бизнес на две части. Это так называемые массовые проекты и комплексные проекты. Массовые проекты это там, где задействовано не очень много отделов или там не очень много людей. Это там, где не очень высокая стоимость проектирования. Там, как правило, где одностадийное проектирование, рабочий организм там все сделал, пошел строить. И в 19-м году был огромный бэклог. Это те проекты, которые отложили спрос от заказчиков. Просто было чудовищно. 700 или 800 проектов было просто отложено спроса в начале 19-го года. Мы провели первую волну по операционной эффективности у нас, у проектировщиков. и к концу года, через год у нас бэклог сократился просто на два порядка. У нас было 700, мы вышли на 50, 60 проектов отложенного спроса. у нас пропускная способность стала такая, что мы 50, 60 проектов стали измерить после месяца. Это месяц отложенного спроса. Это решение. Это просто следующий задел на следующие два месяца. С помощью чего это получилось? Сейчас у нас есть определенный набор мероприятий, которые мы сделали и их реализовали. Во-первых, мы существенно простили документы оборотов. Мы простили ценообразование и кратно сократили время на согласование, на такие представковые работы. Мы проработали целую информационную систему, как это все учитывали, как с этим бороться. Вот даже сама цифра бэклог 700. Я спрашиваю у коллег, сколько бэклог у нас? Ну, много. А много это сколько вешать врана? Мы очень долги могли прийти к концу злашению. В конце концов мы сделали информационную систему, куда все стало попадать, все сложные способы, ага, стало учитываться. Но стали там по времени, то есть они все 700 лежат у нас в загашнике. Они уже вчера, можно спланировать, да, их разложили. Ага, они все однотипные, они все короткие, они все длинные, они какие? что это за проект? Мы с ними разбирались, ага, может быть, нам имеет смысл взять подрядчика привлечь, чтобы он эту работу выполнял, и прям сам был для нас таким же отделом, как и подрядчик работал с нами бесшовно. И для нас не было границы между сотрудниками ломка инженеринг, подрядной организацией. Чтобы не было границы, он сам берет свои вещи, ищет свои исходные данные, работает с чертежами, архивами, собирает документацию, раньше делать в этом месте. И подрядчик упрощает документов наоборот, создавая информационную систему, которая позволяет планировать этот бэклог, мы просто наведя порядок в этом явлении, в элементарный порядок, мы эту проблему разрушили. Прекрасно. Максим Алексеевич, вы не будете против, если мы продолжим разговор? Потому что 30 минут я бы хотел продолжить. Сейчас у нас вторая волна в внутрении процесса и повышение процедуры эффективности. мы сейчас замахнулись на комплексный проект, больший проект, который сотни миллионов рублей на разработку ПД, РД, какие-нибудь огромные доменные печи, какие-нибудь конвертора, где очень серьезное взаимодействие с заказчиком, при формировании ТЗ, при сборе исходных данных, при процедуре техаудита. Сейчас этот процесс начали как Кубик-Рубик заново пересобирать. Сейчас по проекту только стартовал но я уже вижу результаты, что появляется что-то можно пощупить. Прекрасно, хорошо, спасибо за ответ. Максим Владимирович, я предлагаю продолжить разговор, что у нас еще много вопросов, вот мы не успели за 30 минут, если вы не будете против. Давайте, давайте, давайте. Хорошо, отлично. Просто на самом деле, вы сейчас коснулись важного вопроса бюрократических процедур, которые могут снижать действительно операционную эффективность, либо наоборот ее повышать. Вот в одном из интервью, ну, в общем, относительно недавних, небезызвестный Герман Греф, когда его спросили в одном из интервью, вот скажите, как вы считаете, вообще российские компании на международном рынке могут быть вообще конкурентоспособными? Он отвечает, могут, шансов мало, но могут. Вот я вам, говорит, приведу простой пример. Мы как-то ехали в Силиконную долину, Греф говорит, и приезжаем, и нам показывают такую звездочку в местной лаборатории, 30-летнюю девушку из России. Я у нее спросил, скажи, пожалуйста, почему ты приехала сюда, а не могла продолжить свое обучение в МГУ, хотя она завершила МГУ. И она сказала, что, знаете, вот смотрите, для того, чтобы мне провести исследования какие-то, мне нужно в МГУ написать 5 заявок, их отправят, сыграют тендеры, и там через 2 месяца мне пришлют нужные реагенты для моих опытов. А если мне нужно здесь это получить, я вечером поздно ухожу с работы, на компьютер набираю, что мне нужно, в 8 утра прихожу, и реагенты у меня на столе. Вот. И Греф говорит, когда вот мы от таких бюрократических процедур как-то избавимся, то, возможно, у нас и операционная эффективность, и будем более конкурентоспособлены. Я, например, вы согласны с этим высказыванием? Знаете, как вот, и да, и нет. Так, Да, в том плане, что, ну, надо, конечно, прочесть процедуры, и вот мы у себя попробовали такую, знаете, историю сделать, что, я, например, за собой оставил право проводить какие-то тендера, утверждать какие-то тендера, ну, свыше какую-то сумму. Вот до этой суммы это вопрос гипа и там, где это филиал. Ну, кстати, немножко снизу к слову, у нас мы сейчас стали достаточно большими, мы очень активно растем, и у нас если буквально там несколько, ну, там, может быть, три года назад была там просто липецкая компания в липецком здании в городе Липецке работала только на Липецке и на Ломка, Липецке, Липецке, сейчас у нас уже четыре филиала и это не поделать. И мы работаем на всех площадках группы и на Урале, и на Алтае, и на СГОКе, и в Липецке, на Калуге, ну, то есть мы уже, мы уже везде, а сейчас африкаминам. еще пока, у слова пока здесь надо, давайте потерпнем несколько раз. Мы пока не в Европе, но посмотрим. Так вот, вот, знаете как, я, ну, я вот прошел какой-то путь до, прорабатывая все эти тендера с субпроктировщиками. Так. Все, дальше процедура она понятна. И вот, я буквально так давно принял решение и там закрепил это все во все документы, что вот до определенного уровня я даже не лезу. Вот не лезу я. Вот эта задача ГИПа, он отвечает, он привлекает компании, он с ними хороводит их, там, либо там чуть-чуть, чуть больше директора филиала, он сам хороводит своих подрядчиков. Это вот, ну, его. Вот если выше, то это уже мое. я там сижу, разговариваю, что-то сравниваю. Там случаюсь, разговариваю. У нас, у нас же понятные подрядчики. Мы, конечно, смотрим, расширяем постоянную панель поставщиков, там, постоянно с кем-то новым взаимодействуем. У нас тоже достаточно такая понятная логика привлечения нового подрядчика. Каким бы он не был, сколько бы у него людей не было, какие бы там он 3D-модели нам не показал, не рисовал, у него первая работа будет до миллиона рублей. На косяки мы сможем поправить, если так получится. Потом уже, да, мы там с ним дальше начинаем взаимодействие, если у него все хорошо получилось на отцовской работе. И даже просто отдаем работу ему, без конкурса, иди делай, придешь, через время ничего получается. И вот, а к тому, что бюрократию, она упорядочивает, но в нее должен быть какой-то разумный предел. Вот до этого уровня не надо, там даже нечего замарать. Время на организацию транзакций будет больше, она будет стоить дороже, если этим заниматься на самом моменте. Поэтому вот, если есть дорогая транзакция, я не понимаю. Дешевая транзакция даже никак. Сами решайте. Это добавляет, во-первых, это позволяет для гипа почувствовать, для гипа, для афилиала почувствовать свой как-то, это же я решил, это же мое же, я же что-то решаю. Пусть решает. Но, с другой стороны, если вообще все отпустить на самотек, там, все у нас пока развитая конкурентная среда, как этот кейс про девочку в Америке, у нас нет пока такого, что бум, а утром тебя все спойтировали, и там опа, у тебя миллиард компаний, и они все стоят в ряду, ждут, там, ты только скажи. У нас нет такого, к сожалению. у меня в панели поставщиков 180 компаний, это много, но мы работаем в основном компаниям 15-20. Просто в силу того, что эти панели, но компании, которые могут работать на требуемом уровне качества и требуем нам сроками, их мало, их очень мало. Если было как с этими реагентами, 5 поставщиков, кто-нибудь привезет, да, пожалуйста, я только запомню. Хорошо, спасибо за мнение. Расскажите немножко теперь по поводу BIM, как проходило внедрение BIM на ЛМК инжиниринг и процесс строительства объектов комбината. Вот как это было? Смотрите, это был такой далекий-далекий 2016 год, несколько жизней назад, когда мы начали тестировать, это было до меня еще, начали тестировать эти все BIM инструменты. На тот момент, знаете, как-то слово BIM это было такое большее слово стрех букв, все ходили с этим каким-то фетишем, ну, BIM, BIM, там, знаете, на поведом перестройке, знаешь, такой рок, и там целая дискуссия об этом. Есть то же самое, что такое BIM? Ну, это не BIM, это настоящий BIM. Так вот, мы посмотрели кучу разных программ, посмотрели там кучу разнообразных каких-то референсов было мало в России, вот, и, но тем не менее, там что-то протестировали. В конце концов, мы подумали, а как это все Nokia, ладно, сейчас мы накопим компьютеры, программ-улинки, и, а как это все интегрировать в бизнес-процессы попроектирования? Что-то придумали, какие-то варианты. Так, а как это все интегрировали, купили компьютеры, все купили, а кто делать-то будет? Начали людей обучать. Ну, хорошо, ладно, людей там мы научили. А как проверить, что все это правильно? Как понять, что вот все, что вы делаете, это прямо по фэн-шую? Ага, разработали там стандарт, правильный такой, хороший, качественный стандарт бим-проективы. То есть, это та самая, знаете, такая линия, относительно которой можно запомнить, мы онлайн или убежали в сторону заботы. Так, а кто будет все это проверять, чтобы понимать, что направлять, подсказывать, обучать? Знаете, кто будет тот самый укушенный в компании, который будет ходить других там кусать, чтобы они тоже заболели тем бимом? Создали группу бим-менеджеров, таких бим-менеджеров, бим-координаторов. Так, ладно, создали, все прикольно. То есть, готовая инфраструктура более-менее есть. Хорошо. И, надо какой-то проект протестировать. Взяли проект, там, дай бог памяти, турбогенератор, его сделали, его спроектировали, но всем понравилось. Ну, понравилось, я, конечно, понравился, потому что, блин, дальше там, дальше сразу все видно, противочка, и понравилось, не понравилось, там, что ты понимаешь, что ты проектируешь, какие у тебя коллизии есть, не понравилось, потому что нам переучиваться. Это те самые изменения, которые необходимо преодолевать. В итоге, заказчик все-таки, как сказать, у него срок вот этого давления был дольше, чем вот эта вот кривая, когда там принятие, отторжение. это то, о чем мы вначале говорили, да, понятно. В итоге, заказчик сказал, что окей, это классная штука, давайте ее делать, она прям совсем-совсем помогает, позволяет, и мы уже пошли в такой, в реальный, в боевой проект, доминная печень, со всем этим комплексом. И, ну, это такой, знаете, вот этот блин, который был, он огромный, но доминная печень номер 6, это несколько десятков тысяч тонн металлоконструкций, хутировок, трубопроводов, ну, это огромный, реально, большая шелезяка. Вот. Мы пошли вот в этот уже реальный боевой проект, и, знаете, вот кто-то говорил о том, что там коллизий тысяча, а я радовался, что это несколько тысяч коллизий, которые мы выявили, выявили, потому что мы, по сути дела, построили доминную печку в виртуальном пространстве, выявили несколько тысяч коллизий, пространственных коллизий, когда там труба как-то течет в какой-нибудь стойке, в какой-нибудь там лоток какой-нибудь кабельный проходит сквозь трубу или в какую-нибудь площадку, в какую-нибудь доминную печь на том месте, где должна входить. И мы это все выявили до того, как это все пошло на площадку. И мы для себя как-то там однажды даже посчитали эффект от этого BIM-моделирования. Дай бог памяти, на центральном узле, то есть на самой аддоменной печке, у нас было 3,5 тысячи коллизий. Ну, я сейчас не помню точно, там 3,246, что-то такое, 3,5 тысячи коллизий. Из них мы посчитали, что такими, знаете, тяжкими, особо тяжкими было там около 200 с чем-то коллизий, которые на самом деле, на самом деле, серьезные. И мы прикинули, посчитали, насколько эти коллизии могли бы остановить стройку. Просто в особенности представительства в том, что у тебя есть там условно 150-170, в зависимости от длительности остановочного периода. Представьте себе картину, у вас есть нескольких десятков тысяч тонн металлоконструкций, фруктуровок, там, несколько сотен километров кабелей, зданий, сооружений. Вам нужно за 150 дней, вот вдумайтесь просто, 150 дней, вам нужно все это сломать и заново построить и запустить. Вы ремонт в квартире делаете дольше. Это правда. А у нас 150 дней. Поэтому вот вопрос коллизий, он очень важный. Когда мы 200 с чем-то коллизий посчитали, прикинули, насколько бы это увеличило бы срок остановочного периода, в днях. Ну, там, дальше арифметика простая. Один день простое домино-печи, там, сколько-то миллионов, по-моему, двадцать, что-то было. Ну, я даже не помню, это было там достаточно давно. По-моему, 20-20 миллионов, когда это было. Сейчас, конечно, дороже. Умножили на длительность этих вот простоев из-за устранения коллизий. Коллизии, разумеется, не все от нас в другое. Мы там посмотрели, где бы там они были бы параллельны. Вот. Но мы вышли на то, что там примерно миллиард там с копейками мы сэкономили на всех этих BIM-упражнениях. Вот. И мы просто не допустили их на эти коллизии на площадки. Вот. И вот на тот момент, ну, когда я в компанию пришел, мы делали, по-моему, три проекта в BIM-е, ну, что-то такое. Сейчас у нас уже около 70 проектов в BIM. Угу. У нас уже, ну, вот слово BIM-моделирование уже перестало быть таким, знаете, вау, круто. Это работа. Это уже работа. Прекрасно. Хорошо. Спасибо за ответ. И вот я хочу подчеркнуть сейчас для уважаемых слушателей, что фактически экономия, речь шла об экономии сейчас для группы компаний, прежде всего, да? То, что вот мы во время проектирования, выявляя коллизии, это влияние на всю группу компаний. Потому что, если мы обеспечиваем правильные сроки, да, ввода в эксплуатацию объекта, сокращаем время и деньги, то это в денежном эквиваленте может, вот, как по примеру сейчас привел Максим Валентинович, то до миллиарда рублей. То есть, ну, это... Вот, смотрите, еще два момента, еще два аспекта я не отразил. Так. Возможно, там дальше эти вопросы мы задавали бы. Но вот мы, когда дети коллизии... Я сейчас говорю про пространственных коллизиях, не временных, а про пространственных коллизиях. То мы посчитали, что... Ну, исходя из технологии строительства, это домино-печи, часть коллизий, она бы проявилась бы позже. И материалы, которые там... Ну, что, например, домино-печи собрали, сделали какие-то там фрутировки, сделали трубопроводы. А спустя время поняли бы, что там какие-то площадки, либо какие-то колонны, опоры, они в эти трубопроводы секут. Их нужно было бы демонтировать, вырезать, утилизировать. Вот мы посчитали еще, сколько примерно материала было бы выкинуто, там, труб, металла, бетона, человека-часов, было бы выкинуто. И там еще, там, по миллионам двести мы точно там насчитали, вот на таких еще вещах. Но это уже, наверное, больше про временные коллизии. То есть для нас BIM это не только там 3D, да, что мы строим, но для нас BIM это еще и как мы строим, в какие сроки мы строим, какими ресурсами мы строим. Мы тоже вот этот этап прошли, у нас есть специальная группа, кто занимается разработкой 4D-моделирования. Я прекрасно помню, как я боролся, ко мне приходил начальник отдела и говорил, да вот мы что-то, вот 2D, мы там какой-то свой томик написали для экспертизы, что это хочет от нас начальник. Пока в конце концов я не переубедил его, что, дружище, вот в этом написании этого томика для экспертизы, вот этого раздела POS, ну никакой ценности нет. Вообще. Это просто ритуальный танец. Нужно станцевать как-то. Значит, потом все равно там приходит подряд на организацию, она говорит там, как она будет существовать. Я говорю, ну слушай, ну давай так вот, мы это ритуальный танец, давай давать подряд. Давай мы оставляем у себя только то, что для нас создает уникальную компетенцию. А вот то, что такая, знаете, вот уже массовая история, она мы отдаем на сторону. То есть, наверное, чешку свою, так же, Максим, дружище, вот, все, давай вот раз, навсегда мы договоримся. Вот ты делаешь 4D POS и ты делаешь сопровождение настройки вот этой всей, вот тут 4D моделирование. Все остальное делают у тебя подряд на организацию. Ты даже не заморачиваешься. Проверяешь, но не заморачиваешься. В конце концов, мы так и сделали в далеком, там, в 19-м году. И вот 4D моделирование, на самом деле, штука еще более, как сказать, такая более востребованная, что ли. Вот что такое 3D? Мы сделали, например, модель. У нас есть проект очень хороший, интересный. Мы сделали 3D модель по мокрой газоочистке на доме на печенье 4. И мы делали эту модель вместе с эксплуатацией, вместе с ремонтиками. И там буквально каждую площадку, каждую задвижку, каждый там элементик там, вот тут все. Мы проговаривали, а как мы подвинем, вот так сделаем, не так сделаем. И когда мы сделали документацию, отдали на тех аудит, замечания не было, заказчиков вообще. Мы-то пошли. Что мы строим, мы обсуждаем вот при создании 3D модели. Как мы строим? Это отдельная история. И мы тоже, уже в эту работу мы также увлекаем на эксплуатацию и подрядную организацию. Применяя всякие беспилотники, лазерное сканирование, георадары какие-то. Когда мы, вот все. И вот мы сделали там, допустим, 3D модель с помощью этих всех инструментов. Потом мы сделали 4D модель, то есть как мы будем все это строить. Дальше начинается дискуссия. А если мы поменяем там очередность этих операций? Ммм, прикольно. Сроки там влево либо вправо. У вас с вами появляется одно же моделирование. А если мы сделаем там, ну, в 2 захватки, в 3, в 5, в 7 захваток. Если мы здесь фронты откроем, то что у нас там? Как повлияет это на сроки? Вот сроки, ну, металлургия сроки – это прямо вот такой must-have, такой фетиш, на который молятся все. Почему? Потому что у вас каждый день простой – это неполученная прибыль, неполученная выручка. Стоимость одного дня, она измеряется десятками миллионов рублей. Конверт в один день постоял, миллионов рублей не заработал на день. Постоял какой-то там агрегат, несколько десятков миллионов долларов, неполученных. Это много, это прямо совсем очень много. Вот. И вот этот вопрос оптимизации временных колюжек, коллизий, да, внутри 4 модели, это прямо такой вопрос глубочайшей-глубочайшей проработки на всех уровнях с вовлечением кучи народу. Там, ага, давайте, если поставим кран здесь, то как это повлияет на демонтажную работу? Ага, вот это вот так. Сократил время. А если поставим кран на крюше? Как это повлияет? Вот так повлияет. Так, ага, сдвигаем еще там вправо-влево какие-то этапы. Мы делаем там несколько тысяч строк для того, чтобы построить 3D-модель. То есть 3D-модель делаем несколько тысяч строк, чтобы построить 3D-модель. Мы начинаем ее оптимизировать, причем в виде, как меняется 3D-модель, если мы меняем там этапность и очередность. И более того, мы однажды сделали такой эксперимент на доменной печи номер 6. Мы сделали такое имитационное моделирование транспортных потоков на демонтированных материалов. Ну то есть мы взяли, например, 20-й день остановочного периода доменной печи. Нужно вывести кучу демонтированных материалов, там несколько тысяч тонн. И прям просто применим способность на площадке. Здесь переезжают там КАМАЗ, там вагон стоит, еще что-то. И мы поняли, что на 21-й день, как сейчас помнилось, площадка, она просто такая сумасшедшая полка. Ничего не завести, ничего не завести. Мы начали менять очередность выполнения тех или иных операций. Узкое место на 21-й день. Мы не допустили этого коллапса на площадке, а сделали просто виртуальным этот коллапс. Мы разрулили его, переделали очередность выполнения тех или иных операций, и все прошло нормально. Поэтому для нас это 3D моделирование, это совсем такое моделирование-моделирование. Разные его реакции научились крутить. Интересно. Проектирование, потом, соответственно, моделирование строительно-монтажных работ вы применяете, да? Логистических потоков. У нас нет промежуточного этапа проектирования, потом бимоделирование. Мы сразу 3D делаем. Нет, я имею ввиду, что вы сейчас используете трехмерную модель не только для того, чтобы развести коллизии и пересечения, выпустить проектную документацию, но также эту же модель для того, чтобы смоделировать строительно-монтажные работы и посмотреть, как это наиболее эффективно сделать. Интересно. Кроме того, мы еще сделали такие очень прикольные вещи, мы сделали интеграцию. Для меня есть такая вот Upwork и Backwork интеграция. Интеграция в расчетную часть, интеграция в сметную часть. Мы синтегрировали ряд программных продуктов с нашими BIM-моделями. Мы сразу делаем расчетные модели и загружаем их в BIM и дальше их крутим уже. Дальше там настраиваем, достраиваем. А еще мы сделали такой интересный проект. Мы интегрировали BIM-модель и сметный комплекс. И изменяя BIM, ну в BIM-е что-то там меняешь, балка чуть больше, меньше, тяжелее, легче, еще что-то с ней происходит. Сразу меняется сметная часть. В идеале, сразу меняется сметная часть и тот самый BIM-material, который должен закупаться подрядчиком, для того, чтобы стройку обеспечить. Там, конечно, еще много чего там нужно делать. Еще там очень много каких-то интеграций нужно провести и оттестировать. У этой интеграции есть большой плюс. Это звучит, конечно, очень классно, но это, как сказать, выставляет очень высокие требования к информации на всех этапах. То есть у вас из расчетного комплекса таковано, правильно, там, в случае атрибутов, каких-то интегрировано в BIM. Чтобы в сметном комплексе получать информацию из BIM, у вас должно быть внутри этой BIM-модели заполнено бесконечным полем этих атрибутов. И только тогда это все будет работать. У вас должна быть достаточно высокая степень интегрализации в BIM-модели, чтобы заработал сметный комплекс. Иначе, ну что, нарисован какая-то балка. Ну, не балка, а там еще куча фасонов, куча балков, куча свадь, свадь. Там много еще всего, но в основном комплексе это просто не расстрелит. Это просто какая ценность этой информации, этой интеграции? Никакой. Максим Владимирович, а есть какие-то данные по поводу того, сколько процентов смет можно осмечивать уже сейчас с помощью BIM? То есть там ведь есть немоделируемые элементы, понятно, они в смете должны попасть по-другому. А вот если говорить о моделируемом, вот сколько, грубо говоря, из проекта 80% осмечивается, 70% осмечивается с помощью BIM-модели? Есть какое-то такое? Ну, смотри, у нас, несмотря на то, что мы сделали все эти интеграции, мы смету делаем по старинке. Тут, ну, в чем смысл, да? Дело в том, что у нас сметчик, он является еще и внутренним таким проверочным звеном. Он получает от проектировщика чертежи, там, либо модель, он смотрит, уточняет, задает вопросы, проверяет, там, выявляет какие-то недочеты, отправит на доработку это все, там, проектировщики. «Дружище, я не могу сделать смету, пока ты вот это не сделаешь, пока не заполнишь». «А, ну да, точно, я же вот здесь вот». Что-то доделают, потом отдают сметчику, все, дальше пошла смета, и там уже есть то, о чем выйти, там, немоделированные какие-то элементы. Угу. Просто у нас, знаете как, ну, с недавних пор вот мы стали, наверное, задумываться все больше и больше не только о том, что выдать эту площадку, там, бегом. Угу. Хоть бы, там, дорисовать и отдать. Мы стали сейчас задумываться о том, и стали сейчас очень много этим заниматься, мы стали заниматься качеством нашей проектной продукции, там, выявление типовых ошибок, создание, там, наиболее повторяемых типовых ошибок, сколько времени тратится на переделку проектной документации из-за наших ошибок, из-за доп. требования заказчика, отсутствие исходных данных, каких-то там, сколько времени мы тратим на переделку нашей документации из-за того, что у нас есть какие-то, там, не знаю, там, ну, несогласованность между отделами. А сколько тратим время на то, что переделать из-за того, что у нас там, ну, условно там, уголки что-то не так нарисовали. И мы для себя, и мы это все переводим не в штуки, да, там, 55 повторяемых ошибок, ну, ну, хорошо, да, 55 и чего. Мы для себя это стали все переводить в штат-единицы. Вот мы все, у нас, у нас достаточно большой спрос на нашу работу. И мы для себя, как это мы поняли, что, окей, мы, конечно, можем ходить, там, собирать людей, там, просить устаточных товарищей, там, увеличить штат, там, ходить по рынку, сманивать всех, целые команды, но внутри нас есть огромный потенциал экономической эффективности. Так. Если мы начинаем работать сами с собой, со своими процессами, со своими измеряемыми параметрами, там, количество изминов, количество, там, чертежей, которые мы переделали, мы не только изменили, потому что они что-то там, ну, их переделали из-за нашей ошибки. Мы стали все это дело измерять, вот, 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 сколько времени мы потратили на то, чтобы это все переделать. В дальнейшем итоге мы уничтожили на то, что у нас там, ну, там, х процентов ростного персонала, мы просто, они тупо занимаются переделкой каждый день всех своих чертежей, которые выпустили раньше. Но если мы, мы для себя это разложили на, ну, очень-очень будем делать глубокий анализ, разложили на, там, на причины, на следствия, на источники тех изменений, что с этим делать. И мы для себя поняли, что, в принципе, если мы вот на эту кнопку нажмем, на эту и на эту кнопку нажмем, то мы примерно половина этого числа Х, я тут сейчас цифры не называю, мы вовлеченных обратно производством не сможем больше выпускать проектную продукцию. Угу. Мы, например, посчитали, что там, у проектировщика есть коэффициент, ну, такой мультипликатор, 40-45. Что это значит? Значит, что, допустим, проектировщик за год выдаёт, там, ну, там, на 3 миллиона рублей проектную продукцию. Цифра условная, ну, форсинг будет так, да. И если мы умножаем этот мультипликатор, то мы получаем, что вот один проектировщик открывает фронт работ на площадке примерно на 100-120 миллионов рублей. Соответственно, чем больше, у нас там, дальше есть, ну, математика простая. Мы можем увеличить количество проектировщиков, не меняя суд, не меняя суд бизнеса. И чем больше там проектировщиков, тем больше не налег от этих чертежей там, тем больше мы сможем там построить. Либо мы сможем с существующим количеством проектировщиков просто более эффективно, ну, повышать вырубку одного проектировщика. А мультипликатором никто не отдал. Соответственно... Как вы будете делать это? Сейчас мы идём по пути повышения операционной эффективности. Это то, о чем я говорил раньше. Мы сейчас очень активно смотрим на наши качества. Но качество, кстати, не в плане того, что ой, блин, да, давайте делать более качественные продукты. Нет. В плане того, что... А что для нас качество с точки зрения повышения нашей фокусной способности? А что для нас качество с точки зрения сроков? Мы очень долго обсуждали с заказчиком, что такое качество. И мы пришли к тому, что качество это такая достаточно интегральная штука. Это предоставление вовремя комплекта документации, которые не надо переделывать. Ага. Где принято, где прописаны изначально оптимальные решения. Вот три аспекта, которые мы для себя там смотрим. Мы для себя сделали такую штуку, называется ATIF. OnTimeInfo. Да, я не знаю, просто у кого еще есть предыдущики, в России такая штука есть. Когда мы определяем, что, допустим, здесь вот должен быть по этому рекламу такой комплект документов. И система, у нас есть очень развитая информационная система, она автоматом определяет. Здесь вот OnTime, вот этот вот комплект. OnInfo. Если да, окей, молодцы, сто процентов. И мы это сейчас узнали еще и системой мотивации. А если не OnTime и не Info, то мы, извини, родной их. Что-то видим как-то там, поработать над собой, поработать со своим процессом. Мы же это HGIP, начальник отдела, инженеры, все, кто написаны в этом процессе. То есть мы Atif, выдачу вовремя, мы уже измеряем. С помощью информационной системы, которая там совершенно бездушная и не покупаешь на никакого отношения к этому не имеем. Вот. Кроме того, мы для себя привели еще один показатель, называется индекс качества, количество запросов на изменения в документации на 10 миллионов рублей проектных денег. Дальше мы сделали там целую методологию. Да, у нас есть классификатор, очень такой упыленный и разветвленный классификатор запросов на изменения, изменения в документации. И мы, соответственно, исходя из этого классификатора определяем, ага, этот запрос изменения, это доп. требования заказчика, это там отсутствие в ТЗ каких-то там исходных данных, исходных данных. Это, например, мы что-то ошиблись, это там поставщик оборудования что-то там налохопитил или еще что-то такое там. И мы, соответственно, себя понимаем. И мы, соответственно, понимая вот эту вот аналитику, уже понимаешь, на какую кнопку нажимать. И понимаешь, какая там топ-3 кнопок. Их нужно в первую очередь проиграть. Поэтому вот, ну, я за то, чтобы все эти вещи были очень хорошо измеряемы. И не поварить может только тем, что ты можешь измерить. Если нечего померить, то и у кого-то получится. Ну и кроме того, мы сейчас еще такую штуку сделали. Мы для себя в свое время разделили. Вот есть технологии проектирования, да, там, BIM, 3D-сканирование, какие-то там, георадары какие-то, там, фотограмметрии, там, лазеры, там, еще что-то такое, там, не знаю, скады, лиры, софты, там, какие-то гидросистемы какие-то, ревиты, вот эта вся эта история. Это одна тема. Это технологии проектирования. И мы понимаем, что с ними делать. Как их развивать. Мы недавно нам стратегию защитили. И у нас все достаточно структурировано, куда мы в этом направлении бежим. А есть второй угол, который называется инструмент управления проектирования. И вот, вот, мы, то, что рассказывают от Quality Index, это, ну, мы относимся к технологиям управления проектированием. Извините, пожалуйста, была связь немножко прерывалась, когда вы говорили. Вы сказали, что вот программные продукты, это понятно, это вот история. Потом вы защитили стратегию. И вот здесь вот прервались немножко. Можете повторить? Вы защитили стратегию, есть амбициозные планы и дальше. Остапо-остапо понесло, поэтому... Я ешь в потоке. Есть технологии проектирования. Так. Есть инструменты управления проектирования. Так. Мы для себя проработали вот весь жизненный цикл движения проектов, ну, все бизнес-процессы движения проектов, проектной документации, начиная от получения ТЗ, заканчивая там бездумажной документной выдачей заказчика. Мы для себя проработали там определенные модули. Ну, это целая история. Мне кажется, это отдельная такая встреча, ее нужно отдельно подавать. Прямо как вот этих вот модулей... Мне просто не досталось буквально несколько минут. Прямо как этих модулей мы... У нас есть такой базовый центральный модуль, называется ТЗ, внутреннее техническое задание. То есть, проектировщики обмениваются друг с другом заданиями не по e-mail, не по каким-то там бумажечкам, все в системе. Резко конкретным чертежам, документам. В системе у нас есть возможность измерить сдачу с первого предъявления вот этого ТЗ, допустим, от технического отдела к строительному отделу. Они написали какое-то задание, вот и нет. Представитель говорит, слушайте, я вообще не прав сейчас. Назад. Я не готов выполнить работу, потому что вот что-то у вас тут не то. И мы сейчас научились даже это измерять. Для нас мы понимаем, что вот на этом мы тоже теряем достаточно большое количество времени. На вот этих вот гоняниях, в корпоративном таком e-mail тетрисе, там кто кому чего там отправил, там сказал, не договорил, не допояснил, не указал там привязки чертежам и чертежам. Вот. Коллеги, я извиняюсь на следующую встречу. Поэтому можно... Да. Очень интересно. У нас на самом деле есть еще много-много вопросов. Я надеюсь, что как-нибудь мы еще договоримся на эфир, чтобы как раз их поднять и завершить. У меня в конце просьба такая. Один из ваших как раз вот таких вещей, которые вы занимаетесь, на МК Инжиниринг, это развитие кадрового потенциала. Можно в конце сказать, то 1-3 вещи, на которые молодому поколению проектировщиков, будущих управленцев, сейчас вот, когда идет просто образовательный еще процесс, что стоит обратить внимание. Вот так вот в ретроспективе вы уже понимаете, что очень важно для карьеры. Что вы считаете для моего поколения, на что обратить ему внимание? Что развивать в себе? Ну, первое, у меня просто сейчас дети, они достаточно взрослые, там, учатся в баллонке. И когда они говорят о том, что папа, да нам вот это вот точно не нужно. Нет. Никто не знает будущего. Никто. И поэтому надо сейчас вот просто быть максимально открытым и не зашоренным. Не надо рассказывать то, что в жизни не буду там вот тем-то. Все может быть. Жизнь богата сюрпризами, разнообразными. Это, наверное, первое. Второе. Учите, ну, для молодого поколения, помимо вот всей математики и физики, которая вот грядку в голове правильно структурирует, нужно еще и уметь разговаривать, коммуницировать, уважать. Вот, знаете, там можно иметь очень прекрасные навыки проектирования, делания финансовых моделей, там, что угодно, там, какие хардовые навыки, но если человек не умеет разговаривать, не умеет общаться, не уважает собеседника, не понимает собеседника, не готов там искать точки соприсновения, то, ну, кому нужно? Это будет, знаете, там сейчас в Японии очень популярная такая штука называется хакимори, да, когда там человек садится в кабинетике, один сам с собой и живет, и молчит, и никому, и ни с кем. Ценность не создает ни для компании, ни для себя. Ну, наверное, я бы что сказал, это не сидите дома, ездите, смотрите, мир прекрасен и бесконечно многообразен. Спасибо. Я предлагаю тогда, наверное, на мажорной ноте завершить. Спасибо большое за ваше время, Максим Владимирович. Тогда, надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.